А мы, друзья, переходим к третьему разделу. Практическим заданием будет анализ послания к евреям с 3 главы 7 стиха по 4 главу 13 стих. Позвольте прочесть вам этот текст. Адресован он, по-видимому, христианам из евреев в качестве предупреждения не впадать в иудейство. Давление со стороны язычников было для них очень ощутимым с точки зрения их веры. Быть иудеем в империи было куда проще, чем быть христианином. Так что данное послание служит своеобразным предостережением от возвращения к иудаизму. Давайте я вам его прочитаю, затем вкратце прокомментирую, и дальше занятие будет проходить в формате семинара. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз, его не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. В день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. «Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем. Не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Посмотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога Живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом, «Ибо мы сделали с причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится. Ныне, когда услышите глаз, его не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных?» Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем. Но не принесло им пользы слово «слышанное», нерастворенное верою слышавших. «А входим в покой мы, уверовавшие, как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так. «И почил Бог в седьмой день от всех дел своих, и еще здесь, не войдут в покой мой». И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, «После столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». «Ибо если Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. «Ибо кто вошел в его покой, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. «Ибо слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча, бою до острого, оно проникает до разделения души и духа, составовым мозговый, судит помышление и намерение сердечное. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его, ему дадим отчет». Глубокие мысли, не так ли? Наш текст — это часть того, что в Евреям 13.22 называется «параклесис», или, говоря иначе, «увещание». Вероятно, правы те богословы, которые называют данный текст проповедью в форме послания. Действительно, во многом он напоминает проповедь. Богословски насыщенная речь, и в первую очередь с точки зрения доктрины Писания. Обратите внимание на то, что Святой Дух говорит в 7 стихе. То же самое и то же в 7 стихе, но другой главы говорит Давид. В Евреям 3.7 говорит Святой Дух, в Евреям 4.7 Дух говорит через Давида. И вместе с тем это современное слово. В Евреям 3.7 «Посему так говорит Дух Святый». В Евреям 4.7 «Ныне, говоря через Давида». Таким образом, Писание — это инструмент, способ обращения Духа к читателям. Это современное слово. Кроме того, вполне вероятно, что когда автор упоминает Слово Божие, он ссылается на Псалом 94, так как именно на него и опирается. Для того, чтобы ввести читателей в тему обсуждения. Апсалом 94, в свою очередь, опирается на числа 14, где описывается один из эпизодов ропота еврейского народа в пустыне. Кстати, возможно, это одно из немногих мест, выражаясь формально, сама идея присутствует во многих текстах, но в отличие от этого, скорее имплицитно, где в Новом Завете письменный документ именуется Словом Божиим. Та же идея выражена, например, в Марка 7. Суть в том, что наиболее часто под Словом Божиим в Библии, в частности в Новом Завете, подразумевается нечто проповедуемое, а точнее Евангелие, как в 1 Петра 1, 22-25, где Петр говорит о Слове Господнем, которое проповедано. Однако здесь, в той же манере, на мой взгляд, говорится о Псалме 94. Итак, вопросы, на которые вам предстоит ответить. Что связывает этот текст с Ветхим Заветом? Какой свет он бросает на историю спасения? И насколько актуален данный текст для тех, кому он первоначально был адресован. Условия те же. Вы можете работать коллективно или индивидуально. Пока на выполнение я даю вам 10 минут, а затем мы перейдем к общему обсуждению. Вы упоминали Псалом 94, в котором есть перекрестные ссылки на тексты о странствовании народа израильского по пустыне, об их ропоте, о начале служения Иисуса Новина, который ввел народ в землю обетованную, в землю покоя. Итак, Ветхий Завет описывает нам хождение еврейского народа по пустыне и его восстание, ропот. При этом весь этот период в перспективе оставалась земля обетованная. Важно, однако, отметить, что тот народ, который периодически роптал и восставал в числах 14, нам дан подобный пример, так и не вошел в обетованную землю. Таким образом, Псалом 94 совершенно четко связан с нашим текстом. Помимо этого, как я уже упоминал, еще более глубоким основанием для 94-го Псалма служит произошедшее в Кадесе, о чем записано в числах 14. Вот вам пример библейских самоаллюзий, о которых Лейланд Райкен пишет в своей книге «Библия как памятник художественной литературы». Итак, автор послания к евреям апеллирует к 94-му Псалму, который, в свою очередь, основан на событиях, описываемых в числах 14. Не обязательно на самом тексте чисел, а именно на событиях, о которых он повествует. Еще комментарии по поводу взаимосвязи нашего текста с Ветхим Заветом есть? Отсылка к понятиям сотворения и покоя. Да, откуда появляется представление о покое? Дальнейший анализ 94-го Псалма неизбежно выведет нас на Бытие 1 и 2. Это еще одно подтверждение внутренней взаимосвязи Библии, выраженной в самоаллюзиях. Мы видим, что библейские писатели, как, например, автор послания к евреям, охватывают широкий исторический фон. Они ссылаются не на разрозненные, а на взаимосвязанные текстовые элементы, как на единый организм откровения. С формальной точки зрения, Псалом 94 здесь непосредственно цитируется, поэтому связь с ним вполне эксплицитна. Она не скрыта, а наглядна. Именно благодаря упоминанию в тексте данного Псалма. Обратите внимание на то, что это очень походит на то, что мы называем экспозиционной проповедью. Когда у вас есть текст из Писания, который вы объясняете, стих за стихом, помещая его в контекст, в новый контекст, в контекст современности. Евреям 3 и 4, как мне кажется, во многом носят ярко выраженный поучительный характер с точки зрения проповеди Слова Божьего. Что еще можно сказать? Хотелось бы отметить еще пару моментов, но пока я обращусь к вам. Какую еще связь нашего текста с Ветхим Заветом вам удалось проследить? Мы видим, что текст здесь написан довольно сложно. Возможно, он адресован греческим евреям. Вполне возможно, это обращение к греческим евреям. Это, разумеется, те евреи, которые находились в рассеянии, которые жили бок о бок с язычниками, которым особенно было необходимо понимать, почему следует противостоять давлению, чтобы обозначить свою причастность к местной синагоге, свою причастность к христианству. В четвертом стихе мы читаем, «Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им». Это 4 стих, главы 22. О каком покое здесь идет речь? Да, есть покой, а есть совершенный покой. Нам следует вернуться для того, чтобы понять, как слово, а точнее понятие покоя, трактуется в нашем фрагменте Писания. И этим мы можем заняться в рамках следующего вопроса. Пока же отмечу, что связь анализируемого отрывка с Ветхим Заветом обеспечивается неиспользованием формальной типологии. Иначе говоря, автор вряд ли просто говорит, что тот покой, который испытал или должен был испытать Израиль в земле обетованной, и которого лишились те, кто умер в пустыне, был прототипом грядущего покоя. Эсхатологический покой — это антитип, хотя, возможно, здесь применима вот такая схема. Так, взаимосвязь Нового и Ветхого Заветов обеспечивает в том числе и типология. Когда какой-то человек или событие или общественно установленный институт как бы предвосхищают дела Божии на более позднем этапе истории спасения. Так появляется антитип. Так в Новом Завете у нас имеются наглядные примеры того, когда противопоставляются тип и антитип, как, например, Адам и Христос в Римлянам 5 или, например, в 1 Коринфянам 15. Или же события исхода. Например, спасение народа в Ветхом Завете, а уже в Новом Завете спасение, даруемое крестной смертью Христа. Установление, как, например, система жертвоприношений в Ветхом Завете. Это, с одной стороны, а с другой, окончательно искупительная жертва Иисуса Христа на кресте. Порой же, когда Новый Завет не говорит о чем-то прямо, не исключено, что мы даем простор воображению Так скажем, Иосиф в Ветхом Завете. В проповедях его нередко уподобляют Христу. Кому-нибудь доводилось слышать подобные проповеди? Вижу, что да. Возможно, это и так, но в Новом Завете нет ничего, что определенно обозначало бы эту связь. Конечно, отдельные фрагменты жизни Иосифа служат своего рода отображением грядущих событий жизни самого Христа. Это антитип. И это выводит нас на другую, важную мысль. А именно, следует задаться вопросом, в чем состоит фигуральная сторона исследуемого текста. Что это значит? Это не некое образное выражение, а скорее технический термин. Говоря о переносных, об образных значениях библейских текстов, мы пытаемся ответить на вопрос, какова композиция Писания? Что определенно входит в эту композицию? Так насчет Псалма 94 домысливать не приходится. Он используется в переносном значении, употребляется в самом исследуемом тексте. Образное значение здесь налицо. Если же композиция того или иного текста нам не вполне понятна, то вполне возможно мы имеем дело не столько с фигуральным значением, сколько с используемой нами стратегией чтения, которая может соответствовать, а может не соответствовать тексту. Давайте вернемся к Иосифу как про образу Христа. Страдание Иосифа – страдание Христа. Поскольку в Новом Завете эта образность не прослеживается, новозаветные авторы не пишут в подобном ключе. Читая об Иосифе через призму Христа и о Христе через призму Иосифа, мы скорее основываемся на избранной стратегии чтения. Есть такое мнение. А следовательно, мы можем быть правы или неправы, наверняка судить нельзя, ибо подобные рассуждения умозрительны. Хорошо бы спросить, каково здесь переносное значение, что помогает определить композицию анализируемого текста. В нашем случае совершенно очевидно, что Псалом 94 входит в фигуральное значение. Является непосредственной составляющей композиции текста в качестве цитаты. Что же касается помещения более раннего текста неким другим авторам в иной контекст, как, например, здесь, 94 Псалом, применим уже не к ситуации с Божьим народом в пустыне, а к контексту послания к евреям. Мы понимаем, что автор послания представляет читателю аналогию. То есть он усматривает аналогию между своей целевой аудиторией и содержанием 94 Псалма. И действительно, разве не этого мы ждем от хорошей проповеди? Опытный проповедник способен провести параллель между особенностями жизни своих прихожан и тем, о чем нам повествует Библия. В результате анализ подобранного библейского текста находит живой отклик у слушающих именно благодаря подмеченному сходству ситуаций. Вот над чем придется поразмыслить. Здесь предпринят типологический подход к толкованию Писания. Какова здесь образность, в чем состоит фигуральное значение? Как более ранние тексты используются в композиции следуемого нами более позднего текста? Можно ли здесь провести какие-то параллели? Проецируется ли данный отрывок на читателя в свете аналогий, усматриваемых между событиями прошлого и событиями настоящего? В конце четвертой главы в тринадцатом стихе говорится, «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его». И вот здесь возникает ассоциация с Адамом, который после грехопадения осознал свою обнаженность, свою открытость перед Богом. Правомерна ли такая параллель? Итак, еще раз повторю суть вопроса. Речь о той мысли, которая выражена в тринадцатом стихе четвертой главы послания к евреям, о том, что нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Бога. Это напомнило Адама и Еву, хотя в райском саду они были обнажены, они не были обнажены для Бога, потому что для Бога все обнажено, ибо от Него ничего не сокрыто. Вопрос задан вполне правомерно, так как на самом деле фигуральное значение это не входит, в тексте нет никакого указания на то, что автор послания к евреям опирается именно на эту идею. Поэтому усматривание здесь параллелей будет скорее результатом домысливания, существенного домысливания. Наглядным примером такого домысливания, хотя это, наверное, не точное слово, будет Августин. Когда он прочел ветхозаветную историю о том, как Мариам взяла в руку тимпан и воспела Господу в честь победы над фараоном, Августин аллегорически и насказательно трактует здесь тимпан, каждая составляющая которого символизирует для него что-то из жизни Христа. Так же, как при изготовлении тимпана, на него натягивали кожу, для того, чтобы он издавал звук. Так и Христа распяли на кресте. Вот почему определение композиционной стратегии автора и отграничение ее от читательской стратегии, скажем, ранней церкви или проповеди, которую вам доводилось слышать, имеет огромное значение. Это предупреждает всякого рода догадки и домыслы. Вы упомянули Николаса Райта с его представлением о Наратиде. Автор послания к евреям проецирует историю на тех, кому адресовано это послание, на их ситуацию, и говорит, что они причастны к этой истории. Я пока не очень представляю, как сюда вписывается завет, даже сама идея нового завета, и вообще, есть ли она там. Насколько новым является новое? Тему обетования и завета мы будем обсуждать на следующей неделе. Тогда же я и отвечу на ваш вопрос о завете. Однако, что касается участия в общей истории, истории спасения, мы можем сказать, что да, мы к ней причастны. И, к сожалению, подобно тем, кто умер в пустыне или к счастью, в отличие от них, мы войдем или не войдем в эту историю в зависимости от того, какое слово постоянно повторяется в нашем тексте за исключением слова «покорность». Оно связано с покорностью и непокорностью. Да, они не вошли в покой по причине своего неверия. Есть нечто более глубокое, чем непокорность, и это неверие. Ибо покорность зиждется на вере. Она проистекает из веры. Это богоугодная покорность. На тех же основаниях в этой истории участвуем и мы. Все зависит от того, веруем мы или нет. Неудивительно, что в 11 главе нам представлен целый список героев веры. С точки зрения структуры, мы с вами находимся в похожей ситуации. Так же, как и они, мы живем в межвременной период между обетованием и его полным исполнением. Уже, но еще не было и у Авраама, и у Моисея, и у Давида. В таком же положении сейчас и мы с вами. Посему, подобно им, мы живем по вере в межвременной период, уповая на обетование Божие. Есть в этом тексте и предупреждение, но мы его рассмотрим немного позже. Как это относится к теме обретения и потери спасения? То есть, по сути, возможности утратить спасение в случае отпадения от веры? Кажется, что данный текст это подразумевает. Это один из глобальных вопросов послания к евреям, поэтому я совершенно намеренно не упомянул эти тексты. В Евреям 6 и далее в Евреям 8 содержатся предупреждающие тексты, в которых это все выражено гораздо более прямо, чем здесь. Теорию по этому поводу я изложу через минуту. Это как раз те самые тексты, которые вызывают у христиан споры и разногласия, особенно среди кальвинистов, с одной стороны, которые считают, что спасение потерять невозможно, и арменианами, с другой стороны, то есть теми, кто считает, что спасение можно потерять. Это классическая полемика в истории богословия по данному вопросу. Вскоре я предложу по этому поводу несколько мыслей. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com А сейчас давайте посмотрим, какой свет это проливает на историю спасения. Думаю, это перекликается с интересным комментарием задней парты. История спасения — это повествование, в котором мы с вами тоже задействованы. Ключом к нашему участию является вера. Те, кто не вошел в землю обетованную, не вошел в нее по причине неверия. Именно из-за неверия часть Божьего народа не вошла в обещанный Богом покой, в который их должен был ввести Иисус Новин. Однако автор послания к евреям видит глубинный смысл 94-го псалма. Термин, которым он обозначается — census plenior. В данном псалме речь в первую очередь идет не об эсхатологическом покое, а о земле обетованной как о месте покоя. Поколение пустыни не вошло в нее по причине своего неверия. Понятно, что я обобщаю, поскольку некоторые люди все же вступили в землю обетованную, например, Халев, Иисус Новин. Нам известно, что маленькие дети, которые на тот момент еще не знали, что добро и что зло, также вошли в обетованную землю. Тем не менее, в общем и в целом поколение пустыни так и почило в пустыне. Но автор послания к евреям усматривает в целях Божиих глубинный смысл. Бог готовит для своего народа еще больший покой, что снова возвращает нас к повествованию из книги Бытие и понятию совершенного покоя. опоздать в которой читателю должно опасаться. Вот почему он и цитирует 94-й Псалом. Вот почему он проецирует его на их жизнь. Актуальность текста для тех, для кого он первоначально был предназначен. Глава 2, стих 1. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев атоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Мы должны быть внимательными. Как мы избежим, вознеродев атоликом спасения? И далее в главе 4, стихе 11. «Итак, постараемся войти в покой оной, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность», что связано с главой 3, стихом 19. «Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Теперь понятно, в чем состоит пастырское обращение автора к читателям. «Оставайтесь со Христом, храните свою христианскую веру, несмотря на давление». Означает ли это, что спасение можно потерять? Что ж, арменианин не арменин. «Арменианин» «Арменианин» «Голландский богослов конца 16-го начала 17-го веков, который отвергал современное ему кальвинистское учение, особенно в вопросе о непоколебимости и неотступности святых и их вечной безопасности. Соответственно, последователи Армения — арменианин. Отсюда такое название. Так вот, арменианин скажет, что «Да, здесь перед нами тексты предостережения, подобные тем, которые мы находим в главах 6 и 8». И да, верующий может утратить спасение. Посему, будьте внимательны к тому, о чем вы читаете в послании к евреям. А что же в данном случае скажут кальвинисты? А кальвинисты, как мне кажется, сказали бы примерно следующее. Внимательно читайте это послание. Вникайте в него, ибо если такое неверие обнаружится у вас, вы отпадете. Но потом кальвинист скажет себе, «Однако, если вы среди избранных Божиих, именно этими предупреждениями Бог будет хранить вашу неотступность и непоколебимость, ибо у Бога не только цели, но и средства». Таково мое убеждение. Немного разовью его, хотя это скорее предмет обсуждения систематического богословия. Но буквально вкратце сейчас в определенной степени понять это помогает следующая аналогия. Она имеет отношение не к композиции и не к фигуральности, а к читательской стратегии. Посмотрим, прояснит ли она для вас данный вопрос. В Деяниях 27 мы читаем историю о кораблекрушении. Павел на корабле плывет в Рим. И еще до путешествия предупреждает мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему начальнику корабля, нежели словам Павла. И вот на море поднимается буря, и в разгар ее Павло является ангел, ободряет его словами. Никто не погибнет, разобьется лишь корабль. Люди же останутся живы. Что же происходит дальше? А дальше некоторые корабельщики пытаются бежать с корабля. Они спускают на море лодку в надежде спастись на ней, когда корабль будет идти ко дну. Вот такой план они придумали. Но Павел говорит сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда по приказанию сотника воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Никаких иных вариантов спасения не оставалось. Однако, как и сказал ангел, корабль утонул, но все, согласно тексту, спаслись на землю. Зачем было Павлу предупреждать их? Ведь ангел, посланный Богом, заверил, что никто не погибнет. Полагаю, что именно посредством предупреждений Павла и действий сотника Бог и осуществляет свой план. Думается, что тексты предостережения из послания к евреям действуют таким же образом и в жизни подлинно верующих людей. Ведь волнуют они как раз-таки тех, кто действительно верует. Тех, кого христианская вера не интересует, примерно также интересуют и эти тексты. Поэтому представляется, что именно с помощью средств, описанных в евреям 3 и 4 Бог хранит неотступность святых до самого конца. Еще вопросы или комментарии по данному отрывку есть? Если нет, тогда на этом мы на сегодня и закончим. на этот раз несколько раньше, поскольку я стараюсь рассматривать тему в рамках одного учебного дня, а не переносить ее на следующую неделю. И это имеет свои нюансы. Так что сегодня мы, видимо, закончим немного раньше. Я уверен, что вы будете очень разочарованы. разочарованы. Субтитры подогнал «Симон»